Например, такие. Вам нельзя делать растяжку. Пассивного такого растяжения. Такие. Это не растяжка. Вот, например, Усейн Болт проводит статическую растяжку. На выдохе, на этом расслаблении. Имели статистически значимое снижение результатов. Показало уменьшение максимальной силы, у которых наблюдается синдром гипермобильности суставов. Почти не диагностируется в России. Приветствую вас, друзья! Вы находитесь на видеоканале проекта СМТ «Научный подход». Меня зовут Сацулин Борис. И сегодня мы поговорим о растяжке и о том, какие мифы существуют в спортивной среде относительно гибкости и растяжки, и что современная наука и физиология знают о растяжке. Будьте готовы, что то, что вы услышите, будет противоречить вашим текущим представлениям о растяжке. Но это не повод закрывать видео и говорить, что это всё ерунда. Это повод сделать ваш подход к здоровью осмысленным и грамотным. И это задача данного видео. Вот несколько причин, по которым люди растягиваются. Это развитие гибкости для различных целей. Это растяжка, как разминка или снижение вероятности получить травму. Также лечение мышечной крепатуры или боли в мышцах после тренировки. Также многие хотят сделать мышцы более эластичными и снизить забитость. Также это повышение производительности и увеличение силы, улучшение роста мышц и так далее. Физиотерапия и лечебная растяжка как отдельный пункт. И, конечно, хорошее самочувствие и ощущения в мышцах. А теперь задайте себе вопрос. Для вот этого всего списка помогает ли для всего этого растяжка? Увы, я не хочу вас разочаровывать, поэтому перейдём сразу к основным мифам. Первый миф. Растяжка – это хорошо и полезно. Я уверен, что каждый из вас знает, что растяжка – это хорошо и полезно. Верить в волшебство растяжки – это глубоко закоренило спортивной среде. Я сам люблю растягиваться. Упражнения физические, они очень важны, но гораздо более важно заниматься растяжкой. А теперь странный и довольно безумный вопрос. Почему? Почему растяжка полезна? Почему это действительно хорошо? Просто все знают правду, что растяжка – это хорошо, но никогда не задумываются, почему растяжка – это полезно и хорошо. Такой подход в фитнесе – это догма, это практически религия. Вопрос – зачем лично вам растяжка? Часто отвечают – я хочу быть более гибким, говорят люди. Даже если они имеют нормальный диапазон объема движения в каждом суставе. Почему люди так решительно хотят быть более гибкими? Что вы хотите делать с этой уникальной суперсилой? Реальность такова, что вряд ли каждый должен быть более гибким, чем есть сейчас. Большинство здоровых людей имеют нормальный диапазон движения. И если вы волнуетесь, что вы недостаточно гибкие, возможно, это просто надумано. Растяжка нужна вам для конкретных целей, в которых эта растяжка будет полезна. Если вы растягиваетесь для того, чтобы улучшить свои показатели в тренировке, вы развиваете гибкость для выполнения конкретного элемента упражнения. Растяжка – это узкоспециализированная штука, которая нужна тем, кто не может выполнить конкретное движение из-за недостатка гибкости. Например, тот же шпагат нужен бойцам, гимнастам, танцорам, акробатам. Если вы делаете шпагат ради шпагата, задумайтесь, а нужно ли вам это? Ведь риски, о которых я скажу далее, перевешивают пользу. Если вы, конечно, не развиваете растяжку, чтобы делать фото в инстаграме в шпагате. Несомненно, некоторые техники стретчинга хороши для определённых целей, но большинство людей делают растяжку для целей, для которых растяжка просто не предназначена, а может, наоборот, навредить. Моё беспокойство заключается в том, что растяжка не сама по себе бесполезна, а в том, что люди тянутся бесцельно и неэффективно. Давайте начнём с самых азов. По большому счёту это совершенно не важно, как вы назовёте то, что делаете, когда растягиваетесь. Но принято выделять несколько видов растяжки, или стретчинга. Итак, друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях Вероника Рис, инструктор по растяжке и полдэнс. Привет! Привет, Вероника! О чём ты нам сегодня расскажешь? Я расскажу о растяжке, покажу некоторые виды растяжки, расскажу о боли во время растяжки, после растяжки, вообще о многих деталях растяжки, растяжка, растяжка, растяжка. Расскажи, какие вообще существуют виды растяжки? Статическая растяжка самая известная. Выглядит она так, ты выходишь в определённое положение, не очень удобное, и в обыденной жизни это тоже встречается. Если, например, ты завязываешь шнурки с прямой спиной, это тоже уже идёт растяжка. Это я каждый день, значит, делаю статическую растяжку. Ты выходишь в это положение и находишься в нём какое-то время там 30-45 секунд, вот, собственно, и всё. Она довольно эффективна, но не очень приятна по ощущениям. Это самое популярное и рекомендуемое. Вы принимаете положение и держите его в течение некоторого времени. Часто рекомендуют 30 секунд и до 2 минут в одной позиции. Вы фокусируете внимание на ощущениях в мышцах. Чувство мягкого растяжения считается нормальным, а вот боль – это повод остановиться. Существует ещё пассивная растяжка. Она похожа на статическую, но она отличается тем, что в ней применяется ещё дополнительно сила. Можно использовать партнёра, можно использовать утяжелители, можно использовать свои руки. Ты выходишь в какое-то положение и применяешь к нему ещё силу. Растяжка довольно эффективная для конкретно вот пассивного такого растяжения нефункционального в деле. То есть, если ты танцор или борец, то пассивная растяжка тебе поможет научиться расслабляться, но не поможет поднимать ногу очень высоко силой, потому что тебя только тянет человек, и ты умеешь только расслабляться и разъезжаться. А сам ты не работаешь над закачкой мышц антагонистов, которые помогут эту ногу поднять и тому подобное. Самостоятельно это сделать, да. И поэтому она не очень эффективна функционально, но хороша, в принципе, для работы с телом, с растяжением мышц. Пассивная растяжка – то же самое, что статическая. Кроме собственного усилия вам дополнительно помогает растягиваться тренер. Следующий тип – это динамическая растяжка. И, по сути, она, наверное, не является растяжкой как таковой, а больше разминкой, разогревом, подготовкой к силовой тренировке, например, или к той же растяжке уже глубокой. То есть, это по факту обычная разминка. Несмотря на принятую терминологию, это, по сути, упражнение в движении, а не растяжка. Если упражнение не предполагает растягивание мышц в течение нескольких секунд – это не растяжка. Динамическая растяжка выглядит как амплитудное движение, конечности в рамках заданного диапазона и диапазона возможностей ваших мышц. Быстрые и медленные движения с акцентом в конечной точке амплитуды. Махи, перекаты из шпагата в шпагат и ещё самые разные варианты движения тела. Но динамическая растяжка, в принципе, является немного растяжкой, потому что ты там выходишь всё равно в неудобное тебе положение. Например, когда делаешь лодочки, ты так в жизни не прогибаешься. Но и при этом, да, это разминка, разогрев. Ну, шикарно. Значит, это самое безопасное, что можно делать. Да, пожалуй, да. Но при этом это не будет как-то особо активно развивать твой диапазон. Следующий вариант растяжки – это баллистическая растяжка. Баллистическая растяжка – одна из разновидностей динамической растяжки. В принципе, как и пассивная растяжка травмоопасна, но эффективна, так же и она травмоопасна, но эффективна. Её лучше использовать, конечно, опытным спортсменам, борцам, гимнасткам. А выглядит она как махи ногами, как опускание корпуса резкое. То есть это такое неконтролируемое движение, и, собственно, этим оно и опасно. Ты работаешь на полную амплитуду, при этом не контролируя свои части тела. За счёт инерции. И поэтому в какой-то момент ты можешь случайно надорвать, растянуть. Считается, что это один из самых травмоопасных видов растяжки, поэтому рекомендуется только опытным спортсменам. Есть ещё активная изолированная растяжка, которая эффективна для работы над рабочей амплитудой и, в принципе, над рабочей гибкостью своей. Если брать пример, то мы, допустим, делаем поднятие ног, и этим как раз разогреваем ноги. А в активно изолированной растяжке мы подняли ногу и держим её долго. При этом у нас закачивается мышца-антагонист, которая удерживает эту ногу, но и параллельно растягивается мышца-оргонист. Иногда её называют силовой растяжкой. В этой технике каждая мышца растягивается отдельно. Её иногда используют в качестве разминки. Изометрическая растяжка хороша тем, что тоже помогает работать над рабочей амплитудой. Укрепляет мышцы, параллельно их растягивая. Например, если говорить про шпагат, то вот ты сел в свой шпагат, и ты напрягаешься при этом, поднимаешься, а потом расслабляешься. И опять напрягаешься, и расслабляешься. Это вариация на тему чередования напряжения с расслаблением. В принципе, и находиться даже в самом шпагате, выполняя это упражнение, даже как-то проще по ощущениям. И при этом ты вроде как работаешь над закачкой мышц, кроме того, что ты растягиваешься. И последнее, самое прикольное – это проприцептивная нервно-мышечная растяжка. Это сочетание динамической и пассивной растяжки. С названием в стиле бро-сайенс. Бро-сайенс, да. Братюня. Братюня. Проприоцептивная нервно-мышечная растяжка. Как бы она ни называлась, она на самом деле хороша. Я по своему опыту и опыту работы с учениками и отзывам других людей растягивающихся знаю, что она действительно хорошо работает. И ты выходишь в упражнение какое-нибудь, и на тебя, например, давят, а ты сопротивляешься. То есть ты очень сильно сокращаешь мышцу и не даёшь опустить себя до максимальной амплитуды, не даёшь растянуть себя, сокращаешься. Потом ты выдыхаешь, и тебя как раз на выдохе, на этом расслаблении опускают до максимальной амплитуды. И при этом ты чувствуешь облегчение. Несмотря на такое научное название, как с кинезиотейпингом, о котором я рассказывал вот здесь, исследования показывают, что разницы в развитии гибкости между проприоцептивной нервно-мышечной растяжкой и статической, в общем-то, нет. Эффект одинаковый. Люди растягиваются одинаково с помощью двух видов растяжки. Никаких сверхэффектов от этого вида растяжки нет. Но это не говорит, что реально разницы нет. Ощущения при этом не такие, как статической или пассивной растяжки, они намного приятнее. То есть, когда ты напрягаешься, ты весь уже нервный. Но по ощущениям это совершенно разные вещи, потому что в статической растяжке ты находишься всё время в неприятном положении. Хочется поскорее закончить, а здесь ты сначала напрягаешься, ты работаешь над этим, потом ты выдыхаешь, расслабляешься и чувствуешь просто какое-то облегчение, что вот наконец-то, хотя ты дошел до той же своей максимальной амплитуды. Важно отметить, что всё это – это просто терминология, терминологические определения. Вы можете выполнить одно и то же упражнение в разных вариантах растяжки. Поэтому бесчисленные споры, как правильно, а как нет – просто бессмысленные. Эффективнее сочетать несколько видов растяжки и учитывать анатомическое строение вашего тела. Нет понятия «правильная растяжка». Пытаться научить правильной растяжки – это как пытаться научить правильной живописи. Есть конкретные правила, которые нужно соблюдать. Но не нужно драматизма, не существует общепринятых стандартов в технике растяжки. И нет уникального метода, который явно превосходит все остальные. И поэтому приступаем к второму мифу. Растяжка эффективна как разминка перед тренировкой и снижает риск травм. Люди перед силовыми тренировками или спортивными соревнованиями, или перед силовым тренингом часто растягиваются. Они считают, что растяжка – это хороший способ размяться и подготовиться, и улучшить свои показатели, избежать травм. Такие рекомендации дают врачи, реабилитологи, тренера. Но что об этом говорит реальная наука? Не опыт конкретных людей, а исследования на эту тему. Все знают, что перед тренировкой мышцы нужно разогреть. И это, в общем-то, догма. Разминка увеличивает кровоток в рабочей ткани, скорость передачи нервных импульсов к мышцам и доставку кислорода и продуктов питания для получения энергии. И это увеличение кровотока усиливает удаление также отходов или метаболитов из мышц, которые работают, например, лактата. Повышение температуры тела также во время прогревания или разминки является обязательным компонентом профилактики травматизма перед тренировкой. Сокращение мышц вызывает биохимические и метаболические изменения в клетках мышечной ткани и нагнетает кровь, повышает температуру тела. И это делает вашу разминку эффективной и снижает риск получить травму. А растяжка делает ли то же самое? Например, динамическая растяжка является на самом деле обычной разминкой. Просто её назвали таким особым образом. Растяжка, запомните, не разминка. Она подразумевает другие движения и другую физиологию. Всё потому, что вы не можете разогреть ваши мышцы, растягивая их. Это два разных процесса. Статическая растяжка – это прозрачная тема. Она одна из самых изученных в области физиологии спорта и спортивной науки и в исследованиях опорно-двигательного аппарата. Например, огромный обзор 2011 года. Обзор сильнее каких-то одиночных исследований, потому что он собирает все исследования вместе и даёт скорректированный вывод. И этот обзор по степени достоверности значительно выше. Он показал и продемонстрировал доказательства того, что растяжка в течение 35-45 секунд – это одна сессия растяжки, обычно они длятся столько – не оказала никакого существенного влияния на эффективность тренировки, на сократительную способность мышц и на взрывную силу, на остальные показатели мышечной работы в разных видах спорта и разных групп мышц. Что это значит? Растяжка не помогла улучшить показатели, но также был обнаружен вред. Показано, что чем дольше вы растягиваетесь в качестве разминки, тем больше вероятность того, что ваши спортивные показатели на самом деле упадут. Скорректированы данные по более 4000 исследований показывают, что если длительность растяжки составляет более 60 секунд в одной позиции, то есть вы тянетесь и держите себя более 60 секунд в статической позе, то вероятность снижения силовых показателей растёт. Разминка действительно снижает риск травм. Это доказано во многих материалах. Два больших исследования футболисток и норвежских футбольных команд показывают, что разминка сокращает травматизм аж на 35%. Но растяжки в их схеме не присутствуют. Из 361 исследования были выбраны самые достоверные и проверенные, и проведён их анализ. Вывод такой – растяжка нижних конечностей не повлияла на сокращение риска травм. Растяжка не снижает травматизм. Разминка снижает, растяжка нет. Растяжка – не разминка. Ни исследования высокого качества, ни исследования низкого качества не сообщили о каком-либо снижении травматизма и снижении вероятности получить травму. Если вы хотите ознакомиться подробнее с механикой работы мышц, у меня здесь есть ролик или здесь, или здесь о биомеханике мышц. Также есть ролик о кинезиотейпинге. Я настоятельно рекомендую ознакомиться, поскольку это очень связанные темы. Независимо от того, в исследованиях растягивали ли отдельные мышцы или целые группы мышц, всё равно снижение уровня травматизма не наблюдалось. Люди получали травму также, растягивались они или нет. А вот рандомизированное контролируемое исследование 2008 года почти на тысячах солдат. Оно опубликовано в американском журнале спортивной медицины. Показало, что нет никаких значительных различий в частоте сокращения травм у солдат, которые выполняют профилактические упражнения, в которых была и растяжка. Другое плацебо-контролируемое исследование показало, что нет статистической значимой разницы в риске травматизма между группами с растяжкой и без перед забегом. Другие систематические обзоры показали похожие результаты, как по риску травм, так и по повышению производительности при разных видах растяжки. Более того, когда мы говорим о травмах и спортивных показателях, известно, что основная масса травм происходит во время эксцентрического сокращения. Если травмы обычно происходят в нормальном диапазоне движения, почему, интересно, увеличение диапазона движения должно предотвращать травмы? А ведь растяжка увеличивает диапазон движения. И главный, на мой взгляд, самый разумный вывод – растяжка не поможет вам снизить риск травм. И повысить производительность в тех видах спорта, в которых она не требуется. Бег, велосипед, тренажёрный зал, футбол, гребля, теннис – не поможет. А вот виды спорта, где сама растяжка требуется как элемент движения – гимнастика, танцы, даже дайвинг – вполне. Поэтому, суммиро, мы можем сказать, что разминка поможет. Главное – разогреться. Но если в вашей тренировке необходима гибкость, то растягивайтесь после разминки, а не вместо неё. Третий миф – растяжка повышает работоспособность и улучшает спортивные показатели. Вот тут дело принимает совершенно другой оборот. Как мы выяснили, чем дольше время растяжки, тем выше вероятность снизить спортивные результаты. Вот, например, Усейн Болт проводит статическую растяжку и пассивную растяжку перед дистанцией. Однако она длится менее 30 секунд по длительности. И у нас есть две трактовки. Он бежит так, потому что он делает растяжку. Но вот интересно, как бы он бежал, если бы её не делал? Исследование 2009 года и дополнительный анализ в 2017 году показал, что спринтеры, которые выполняли растяжку перед стартом, имели статистически значимое снижение результатов. Спринт – это спорт для каждой миллисекунды, дорога. Поэтому результаты статистически значимы. Исследователи собрали несколько спортсменов и проверили их спринт с растяжкой и без. Оказывается, что при прочих равных условиях спортсмен, который не растянулся, будет иметь более высокие результаты. Конечно, сложно перенести вот эти результаты на силовой тренинг, но тем не менее мы говорим здесь о анаэробном гликолизе. Ведь это спринт. Растяжка может быть и неэффективна во время соревнований или перед подходами в силовых видах спорта, который требует максимальной силы в короткие промежутки времени, как со спринтом на основе анаэробного гликолиза. В журнале Strength and Conditional Research был сделан вывод о том, что растяжка перед работой силовой, с весом, в зале, силовой тренировкой снижала показатели и результаты на 8,3%. В 2007 году также было проведено исследование, которое показало, что статическая растяжка и растяжение, проприоцептивная нервно-мышечная растяжка показало уменьшение максимальной силы в силовых видах спорта от 4,5% аж до 28%. И это говорит о том, что если вы растягиваетесь перед силовой тренировкой, ваши показатели в выполнении упражнения снизятся. Не нужно догматизма. Растяжка не повысит вашу работоспособность, а в некоторых случаях может даже её снизить. Поэтому переходим к следующему мифу. Растяжка для снижения мышечной крепатуры, мышечной боли и для восстановления. Другой очень распространённый миф заключается в том, что растяжка снижает боль в мышцах. В исследованиях мышечной крепатуры, которая называется Delayed One-Set Muscle Soreness или DOMS, есть доказательства, которые говорят о том, что болезненность можно снизить с помощью растяжки. Но, как правило, они проводятся на животных моделях. Например, крысам вводят в мышцы инъекции препарата, которые вызывают боль, а потом подвергают крыс растяжке. На эти исследования часто ссылаются профессионалы в сфере растяжки. И большинство исследований не разделяет общепринятого мнения о том, что мышечную крепатуру, мышечную боль можно снизить за счёт растяжки. И вот почему. Боль в мышцах через день или через несколько дней после тренировки можно снизить. Для этого есть масса методов. Один из них – это низкоинтенсивные нагрузки на те мышцы, которые болят. То есть, вы делаете то же самое упражнение, но без веса или с минимальным весом. И да, действительно, это помогает снизить болезненность. Об этом знают посетители тренажёрных залов, которые только начинают ходить, либо давно не тренировались. Болит, поразминаться, боль проходит. Это связано с улучшением локального кровотока в работающей мышце. Также действуют массаж и различные процедуры физиотерапевтические, которые улучшают кровоток. Но данный эффект временный, и он очень быстро проходит. Это анестезирующий эффект от тренировок. Растяжка действует точно так же, повышает толерантность к боли и обладает обезболивающим эффектом. О том, как связана растяжка и центральная нервная система, есть в ролике здесь. Там я рассказываю о том, как боль связана с растяжкой, почему на самом деле мышцы не растягиваются так, как принято считать. Но данный эффект анестезирующий, временный. Его можно получить любыми другими упражнениями. Плюс растяжка, как и силовой тренинг, вызывает повреждения на уровне цитоскелета. В спорте повреждения тканей сопровождаются последующие гипертрофии мышц. И многие используют этот аргумент, чтобы говорить, что растяжка увеличивает рост мышц. Но это неправда. Механизм повреждения мышц другой. С таким же успехом можно говорить о том, что я бью палкой свои мышцы, и таким образом они растут, они же повреждаются. А вот после серьёзной растяжки бывает ли боль? И это нормально? Когда она появляется? Она похожа, например, на боль после тренажерного зала? Это такая же крепатура или несколько другая? После растяжки бывает боль, особенно если это была такая глубокая растяжка. То есть, когда ты не просто там на свою рабочую амплитуду поразминался, по сути, а когда ты прям хорошенько так разогрелся, растянулся, всё там себе прокачал. В общем, да, боль бывает после растяжки, и это нормально, и все через это проходят. Люди, которые практикуют растяжку, знают, что после растяжки мышцы болят. Механизм с растяжкой очень похож, и даже умеренное растяжение может привести к повреждению на уровне цитоскелета. И это не говорит о том, что растяжка увеличивает вашу мышечную массу. Это говорит о том, что растяжка повреждает мышечные ткани, и после неё вы будете чувствовать боль. И она даёт слабый анестезирующий эффект, как и любые другие упражнения. И в связи с этим рекомендовать растяжку, чтобы снизить боль в мышцах, это аналогично тому, что вы серьёзно потренировались, у вас болят мышцы, и на следующий день вы опять тренируетесь так же тяжело и так же интенсивно. Другие исследования показывают, что некоторые люди действительно испытывают лёгкое уменьшение боли в результате растяжки, но результаты незначительны, чтобы рекомендовать растяжку как хороший метод снижения боли. Есть такая организация, называется Кохрановское сотрудничество. Они дают, в общем-то, самые скорректированные и достоверные выводы на основании вообще всех исследований, которые есть. И они также разделяют мнение о том, что растяжка не является эффективным методом снижения мышечной гриппатуры. Например, Сиднейский университет опубликовал статью в 2008 году с обзором 10 исследований по растяжению и мышечной боли. И они пришли к выводу о том, что растяжение мышц не уменьшает задержанную мышечную болезненность у молодых и здоровых людей. Австралийские футболисты также участвовали в исследованиях, и эффективность доказана не было. Все ссылки я оставляю в описании к видео. Их много. Кто хочет познакомиться подробнее, читайте и оставляйте ваши комментарии к видео на YouTube. Также было бы очень интересно узнать, растягиваетесь ли вы, и для каких целей вы растягиваетесь. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях к видео. Будет очень интересно узнать ваше представление о растяжке, о том, зачем вы её используете. Очень коротко, растяжка, как любая физическая активность, может временно снизить болезненность. Что можно сказать наверняка? Обычные упражнения в различных режимах, куда входит растяжка, на группы мышц, которые болят, это временное средство облегчения боли. Но обожествлять растяжку не стоит. Миф номер 5. Растяжка безопасна. Думаю, не стоит даже объяснять, что растяжка – это штука, не самая безопасная по риску получить травму. Я нашёл очень интересный опрос среди людей в России, которые сидят на шпагате. Ссылку оставляю на сайте проекта в описании к видео на YouTube. И понятно, что такой опросник на основании субъективного мнения участников не самый достоверный источник информации, но очень показательно. 140 человек прошли онлайн-опросник. Разные виды спорта, разный разброс по возрасту. Почти половина считает, что они предрасположены к шпагату, а более 10% участников обнаружили у себя повышенную подвижность в суставах. И, внимание, практически 75% людей, имеющих продольный шпагат, признались, что они также имеют травмы, которые связаны с растяжкой. И только 1,25% тех, кто сел на шпагат, сел на него без травм. Во всей выборке из 140 людей, которые занимаются растяжкой, не нашлось ни одного человека, который сел на шпагат за 1-2 месяца с нуля без спортивного прошлого и без травм. Не верьте тем, кто обещает шпагат за неделю или за 2 недели. Это длительный, сложный и травмоопасный процесс. Пожалуйста, подходите к растяжке осторожно. Это ваше здоровье. Не нужно фанатизма. Травмы того не стоят. Миф номер 6. Растяжка полезна всем. Умеете ли вы вот так? Или вот так? А может быть, вы умеете так? Или так? Если да, то, вероятно, вы входите в список людей, у которых наблюдается синдром гипермобильности суставов или синдром Эллерса-Данлоу. Данная патология считается генетической и встречается у 10-20% населения. Суставы очень мобильные. Связочный аппарат слабый. Хрупкая соединительная ткань. Женщины в 3 раза чаще встречаются с подобными болезнями. Традиционно врачи обращают внимание на наоборот. Ограничение объема движения. То есть, человек не может нормально двигаться в пораженном суставе. А избыточный объем движения врачи редко интересует. Существует установленная норма движения. Если вы без всяких растяжек выходите за нее, это признак отклонения от нормы. За последние 3 десятилетия стало очевидно, что синдром гипермобильности имеет широкое распространение и не проявляется исключительно в суставах. Боли в суставах, их нестабильность, головные боли встречаются в 40% случаев. Боли в пояснице, гипермобильность и проблемы с заживлением ран, тонкая кожа, тендиты, частые синяки и ссадины. Также есть связь с нарушением работы вегетативной нервной системы, если вам, например, ставили ВСД когда-нибудь в поликлинике или врач. Низкое давление, проблемы с иммунитетом, холодные конечности, тахикардия, варикоз, кровопотеки, проблемы с желудком, рефлюкс и синдром раздраженного кишечника. Хрусты в суставах, например, такие, или такие, или такие. Также депрессия, повышенная тревога. Все входит в комплекс проявлений. В настоящее время нет никакого лечения для синдрома гипермобильности суставов, только симптоматическое лечение. Тем не менее, подтверждение диагноза может быть огромным облегчением для тех, кто не понимает, в чем причина их болезни. Если у вас есть 2 и более из этого перечня проблем, то стоит проверить себя по методу Бейтона. Более 4 очков говорит о наличии у вас подобной симптоматики, плюс боль в более чем 4 суставах. Либо в спине, либо различные вариации на тему. Первое – пассивное разгибание мизинца более 90 градусов. Одно очко на каждую конечность. Пассивное – прижатие большого пальца кисти к внутренней стороне предплечья. Тоже одно очко за каждую конечность. Переразгибание в локтевом суставе более 10 градусов. Тоже по одному очку на каждую конечность. Переразгибание в коленном суставе более 10%. И передний наклон туловища с касанием ладони при прямых ногах. Если вы не занимаетесь растяжкой или занимаетесь ей очень мало, и у вас эти проявления есть, вам нужно задуматься. Дети и люди моложе 20 лет, как правило, имеют 4 балла по шкале в связи с развитием и формированием опорно-двигательного аппарата. Детки обычно очень гибкие. Но с возрастом такая гипермобильность снижается. И сейчас в науке известно, что этот показатель считается нормальным для возрастной категории до 20 при отсутствии других жалоб и проблем со стороны опорно-двигательного аппарата. Но синдром Эллерса-Данлоу почти не диагностируется в России. Если вы врач, мануальный терапевт, массажист, офтальмолог, гастроэнтеролог, ростопед, хирург, стоматолог, аллерголог, возьмите это на вооружение. Данное заболевание имеет огромный комплекс дополнительных примочек. Не нужно всё подводить под ВСД. Ознакомьтесь с материалами, которые есть по ссылкам в описании к видео, на YouTube, на сайте проекта. Чтобы ознакомиться с ними на русском языке, просто включайте Google Translate для тех, кто не владеет английским. Это очень просто, и Google сейчас переводит хорошо. Есть разные подвиды этого заболевания. Тут я рассказал только основные. Почему я об этом говорю? Для данной патологии есть конкретная схема лечения. И большинству людей не нужно растягиваться, если у них есть гипермобильность. Они не должны этого делать. Понимаете, если вы пренебрегаете подобными вещами, то растяжка вас может сделать инвалидом. И я не шучу, я никого не пугаю, я предостерегаю, поскольку я сам знаком с этой болезнью. И риск повредить суставную сумку и связку значительно выше. Также им рекомендуется избегать силовых видов спорта, бега и борьбы. Люди склонны к фибромиалгеям и остеоартриту. Травмы у таких людей могут привести к инвалидности. Люди растягиваются, даже не подозревая, к какому риску они подвергают своё здоровье, не зная о своём состоянии. Ой, у меня отличная растяжка. У меня так двигаются суставы, значит, я склонен к растяжке. Нет, вам нельзя делать растяжку. Например, у вас болит поясница. Причин множество. А при боли к пояснице вам могут порекомендовать растяжку. Боль в пояснице – частый спутник гипермобильности суставов. А если у вас она есть, а вы делаете растяжку, проверьте себя и напишите в комментариях к видео, есть ли у вас подобные проявления. Будет очень интересно узнать средний срез по аудитории. Следующий миф – растяжка может вылечить вас. Важный и довольно противоречивый пункт. Исследований на тему лечения травм с помощью растяжки, к сожалению, мало. Кохрановское сотрудничество, которое занимается исследованиями в рамках доказательной медицины, говорит о том, что недостаточно свидетельств, чтобы что-то утверждать, что растяжка будет полезна при различных патологиях. А риски есть. Там целый список, и нигде нет достаточных доказательств. И о подобных вещах есть перевод на втором канале, вот здесь, где мы рассказываем о доказательной медицине в сфере мануальной терапии. Там не всё так просто. Но, тем не менее, люди пользуются растяжкой, получают результат при лечении заболевания опорно-двигательного аппарата. Растяжка может использоваться в реабилитационных программах. Но нужно делать это с большой осторожностью, с хорошим специалистом. Просто потому, что у нас есть куча свидетельств того, что растяжка небезопасна. И более того, ответа на вопрос, насколько растяжка эффективнее других методов, нет в связи с недостатком исследований в этой области. Что точно можно сказать? Растяжка может быть полезна тогда, когда у вас ограничено движение, когда вы испытываете боль и проблемы, выполняя движение в нормальном диапазоне. Многие используют растяжку для боли в шее. Но достоверных свидетельств того, что её можно вылечить растяжкой, нет. Скорее всего, растяжка поможет вам избавиться от боли в шее, как и любая другая физическая активность или массаж. Данных по использованию растяжки для лечения боли в плече, в спине, в колене недостаточно. А данные сложно отделить от всех других упражнений и вмешательств, потому что пациенты, которые проходят исследования, они делают не только растяжку, они принимают ещё лекарства и делают другие упражнения. Поэтому отделить растяжку от других упражнений сложно. Растяжка также неэффективна для пациентов с неврологическими нарушениями или инсультами, или повреждениями спинного мозга. Больше всего исследований по этому вопросу есть насчёт жёсткости подколенного сухожилия. И действительно, растяжка может помочь при данных проблемах. Но она нужна марафонцам и людям, которые имеют постоянную ударную нагрузку. И опять же, здесь есть нюансы. Повышая мобильность, вы повышаете риск травм. К этому относиться нужно очень осторожно. И почему? Об этом есть ролик в аннотации. Посмотрите обязательно о том, как работает растяжка и что она делает с центральной нервной системой. Растяжка не поможет вам снизить риск травматизации подколенного сухожилия или нижних конечностей. Травмы не снизит, но боль может помочь убрать за счёт анестезирующего эффекта. Например, йога также показывает положительный эффект на хроническую боль в пояснице. Болит поясница йога. В исследовании 2011 года сравнили йогу с обычными упражнениями на растяжку у пациентов с хронической болью в пояснице. Результаты, что йога, что растяжка, были более эффективными методами уменьшения симптомов хронической боли в пояснице, чем ничего. Однако йога при артрите, остеоартрите, ревматоидном артрите не показала эффективности только для пальцев кистей. При фибромиалгиях растяжка наряду с другими видами активности показывает хорошие результаты, но не на результаты лечения, а на общее самочувствие, снижение симптомов депрессии. Люди занимаются совместно, делают упражнения, это улучшает общее самочувствие, вообще физическая активность снижает симптомы депрессии. Лечение боли в плече с помощью растяжки, часто его используют спортсмены, жимовики и теннисисты, оказывает каковременный результат. Сразу после растяжки снижает боль за счёт анальгизирующего эффекта. И это было проведено на теннисистах, у которых часто встречаются проблемы с плечом. Поэтому растяжка действительно может вам помочь. Подходите к этому с осторожностью и поймите, растяжка – не волшебная таблетка. Растяжка имеет узкий диапазон, который её можно использовать для конкретных задач. И поэтому переходим к следующему мифу. Поэтому в возрастном возрасте невозможно растянуться или сесть на шпагат. С возрастом гибкость и диапазон движения в суставах снижаются вплоть до 50%. Наука знает, что с возрастом структурно-механические свойства соединительной ткани теряются. Соединительная ткань становится жёсткой, твёрдой и неэластичной. Это естественные процессы старения, о которых я много рассказывал в моих предыдущих роликах. И старение ответственно за потерю гибкости. Поэтому на правах рекламы в проекте СМТ – научный подход я выпускаю добавки с доказанной эффективностью – коллаген. Вы можете заказать его на сайте проекта smtscience.ru в описании к видео по промокоду, который тоже есть в описании к видео на YouTube. Добавка, которая поможет вам улучшить состояние суставов, связок кожи, ногтей и волос. Но сочетать её нужно, опять же, с тренировками и активностью. Это не универсальная таблетка. Подробнее о коллагене вы можете посмотреть в аннотации к видео вот здесь. Я очень подробно рассказывал, что, как и зачем. Коллаген является основным компонентом соединительной ткани и становится плотным и более жёстким со старением. Тем не менее, эту потерю движения можно свести к минимуму регулярными растяжениями и улучшением диапазона движения. АЦМС в 2006 году в 5-летнем долгосрочном исследовании с 12 женщинами в возрасте от 50 до 71 года – это люди в возрасте – показало, что регулярные физические упражнения – 15-30 минут растяжения и 30-60 минут ходьбы или водная аэробика – три раза в неделю в течение 5 лет действительно увеличивают диапазон движения в бедре и в плече от 3% до 22%. Если вы делаете растяжку, улучшаете свой диапазон движения, коллаген – это та добавка, которая вам может помочь. Растяжка может быть полезна, когда у вас есть ограниченное движение. Это изучалось на пожилых людях. Когда вы испытываете боль и проблемы, выполняя движения в нормальном диапазоне, вы можете себе помочь улучшить ваше состояние. 15 пожилых женщин растягивались и по результатам показали увеличенную скорость походки, большую длину шага и повышение мобильности, и лучшую стабильность в положении стоя. Конечно, мы не можем сказать точно, можно ли было добиться таких результатов с помощью других методов тренировок, но, тем не менее, результат есть. И растяжка поможет вам, если у вас ограничен диапазон. Подобные результаты показывают также исследования программ йоги для пожилых людей. Увеличивается диапазон движения в бедре, а также снижается передний наклон таза. Люди в возрасте обычно наклоняются вперёд, и это повышает вероятность упасть и сломать себе шейку бедра, поэтому это исследуется. И также увеличивается длина шага при растяжке. Я ещё раз акцентирую внимание на том, что здесь нет развенчания всех мифов. Здесь информация, которая необходима вам, чтобы скорректировать ваши текущие убеждения. Многие популярные убеждения на тему растяжки в рамках науки показывают, что они, в общем-то, несостоятельны. Это не сводит к минимуму важность растяжки ни в коем случае, а только говорит о том, что специалисты должны пересмотреть свои взгляды на этот вопрос. Так же, как и те, кто занимается растяжкой напрямую. Вы можете соглашаться, можете – нет. Выводы делайте сами. Я довёл до вас сведения из области научных знаний по этому вопросу. Самые последние свидетельства. Что-то мы знаем точно, что-то мы знаем поверхностно, что-то не знаем совсем о влиянии растяжки на здоровье. Поэтому подходите к своему здоровью с умом, и не забывайте подвергать сомнениям ваши убеждения. Ролик не создан с целью разоблачить всё и вся. Растяжка нужна тем, кто знает, зачем она нужна. И основная задача – помочь сохранить здоровье тем, кто пользуется растяжкой. Я почему говорю об этом? Потому что, когда я выпустил ролик про кинезиотейпинг, многие очень негативно восприняли критическую информацию. Критика была необходима для того, чтобы как-то отрезвить людей, которые фанатично ушли в этот вопрос и не видят совершенно ничего вокруг. Для специалистов это повод задуматься. Ну что ж, друзья, спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на канал CMT-научный подход. Ссылки на Веронику, которая помогала с созданием этого ролика, есть в описании к видео на YouTube, её Инстаграм и её страничка ВКонтакте. Моя страничка ВКонтакте – паблик CMT-научный подход, где публикуем интереснейшие материалы из области научных знаний, есть в описании к видео на YouTube. Facebook, также есть там мой Инстаграм и, конечно, сайт, где можете почитать все статьи в полном формате. Ставьте лойс обязательно, подписывайтесь на канал. Лайки, комментарии очень важны. Я читаю, они повышают видео в рекомендуемых и, в общем-то, способствуют продвижению знаний и научного подхода. Я сам лично знаю людей, которые травмировались, и ничего в этом хорошего нет. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, друзья, и, конечно же, удачи вам и смелости в достижении всех ваших целей. Будьте здоровы!